Привет, с вами Фёдор и канал Криптекса. Сегодня я расскажу, как видеокарту от AMD и от NVIDIA замеряют своё собственное энергопотребление, какие есть различия и сколько ватт получается на самом деле. Начнём с фундаментального различия. Видеокарты от NVIDIA показывают полное потребление видеокарты по 12-ти вольтовой линии, а видеокарты от AMD показывают полное потребление графического чипа и только его. Можно, конечно, долго спорить, какое решение фундаментально лучше, но нам с вами, майнерам, больше подходит решение от NVIDIA. Прикол в том, что графический чип это хоть и основной потребитель электроэнергии на видеокарте, но далеко не единственный. Есть ещё и видеопамять, и есть ещё один элемент, о котором многие забывают. Это система питания и её КПД. Видеокарта получает 12 вольт, а графическому чипу нужно чуть меньше 1 вольта, и на этом преобразовании теряется какое-то количество электроэнергии. Ну всё, хватит этой скучной теории, берём ваттметр, собираем компьютер и идём проверять всё на практике. Я собрал идеальный для нашего теста компьютер. У меня в нём две видеокарты. AMD RX 5500 XT и NVIDIA P10690. Cryptex показывает, что обе эти видеокарты потребляют по 60 ватт. Я достаю P10690 из второго слота на материнской плате, вставляю её в райзер и запитываю от второго блока питания, который подключаю к ваттметру. Ваттметр показывает значение от 75 до 79 ватт. Можем смело округлить до 80. На такой низкой нагрузке у моего блока питания КПД должен быть около 80%. Давайте прикинем. 80 ватт это 100%, значит 80% это 64 ватта. И всё сходится. Мы с вами видим 60 с небольшим ватт по программному мониторингу в Cryptex, и те же самые 60 с небольшим ватт по факту по 12 вольтовой линии. Теперь проделываю точно такую же операцию, но только с видеокарты от AMD. Подключаю её также в райзер, запитываю от второго блока питания и замеряю потребление ваттметром. Потребление скачет от 95 до 99 ватт. Можем смело округлить до сотки. Ну и теперь получается при 80% КПД потребление по 12 вольтовой линии 80 ватт. Получается, что каждый раз, когда мы с вами методом программного замера получаем потребление у NVIDIA, мы получаем правильное и полное значение, которое остаётся разве что пересчитать под КПД вашего блока питания. А в случае с AMD у нас с вами ещё и куча неизвестных, поэтому накидывать нужно ну как минимум 20-30 ватт, и только после этого пытаться пересчитывать всё под КПД блока питания. И ни в коем случае не стоит винить разработчиков программ в том, что они показывают какое-то неправильное значение. Они показывают ровно то, что отдаёт видеокарта. Поэтому винить стоит компанию AMD. Ну а нам с вами, майнерам, как всегда, лучше не играть в угадайку, а оперировать самыми честными и правильными цифрами. То есть купить ваттметр и смотреть потребление через него. А ещё круче купить умную розетку. Подробное видео про них есть у нас на канале. Программный мониторинг энергопотребления идеально подходит для сравнения в рамках одной видеокарты и разных настроек разгона. Например, на одних настройках у вас получается 80 Вт, на других получается 60 Вт. Вторые настройки, понятное дело, предпочтительнее. Но вот сравнивать P10690 и RX 5500 XT исключительно программным методом уже как-то некорректно. Потому что программно у нас с вами одинаковые 60 Вт, а по факту из розетки либо 80, либо 100. Имейте это в виду, когда будете подбирать под свои видеокарты оптимальный блок питания. Ставьте палец вверх этому видео, если было интересно и полезно. Пишите своё мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал. В одном из следующих видео мы обязательно протестируем 5500 XT на разных алгоритмах, с разными настройками и обязательно замерим её потребление ваттметром. Обязательно скачивайте Cryptex по ссылочке в описании, потому что Cryptex это майнинг.